29 августа считается днем рождения мотоцикла. В нашем городе становится все больше любителей двухколесных и в свою очередь для них имеются специальные правила движения по общегородским улицам. Этим утром у гостя студии узнаем нормы уровня шума при эксплуатации автотранспорта в регионе. К нам присоединился начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления госавтоинспекцией МВД России по Воронежской области подполковник полиции Евгений Бирюков. Доброе утро. Мне кажется, тема нашей встречи актуальная, потому что ночами, да и днем даже воронежцам иногда надоедают эти громко проезжающие и мотоциклы, и автомобили. Это в том числе и переоборудованы технически средства передвижения, и в том числе громко играющая музыка. За этим следят как-то в нашем регионе и в принципе в стране? Да, конечно. Особенно последнее время, наверное, последний год. Очень внимание такое сильное от сотрудника госавтоинспекции к этому вопросу. Очень много жалоб граждан, да, что по улицам ночное, вечернее время ездят мотоциклы, автомобили, с уними шума повышенным, что мешает отдыхать и тому подобное. Так вот, в городе Воронеже мы уже в течение, наверное, полутора лет принимаем определенные меры, как постоянно в процессе надзора за дорожным движением, так и целенаправленно в определенное время. Ну, это как практика показывает, вечернее время, предвыходные дни. Это проспект Революции, улица Крынина, соответственно. Выставляются туда дополнительные экипажи, которые из потока машин выхватывают те, которые... Уже заведомо слышны. Совершенно верно, да. Проверяют их с специальными приборами, которые имеются в вооружении сотрудников полиции. Это какие, расскажите, пожалуйста. Ну, шумомер, да. Это прибор, который измеряет уровень шума транспортного средства. То есть, как это происходит, механика? Мы говорим о системе выпуска отработанных газов. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, имеется такой пункт, что при превышении уровня шума отработанных газовая эксплуатация запрещена. Так вот, сотрудник полиции, инспектор прибором, шумомером измеряет уровень шума работающего автомобиля. То есть, владельцу просят погазовать, так скажем. И если этот уровень шума, ну, он до 100 децибел. Если он превышает, то выписывается, составляется административный протокол, выписывается штраф, требование прекращения противоправного действия. Ну, и в дальнейшем, если этот автолюбитель, скажем так, еще раз попадется, то там уже 19-3, это уже до 15 суток возможный арест, но это уже решит суд. Но нет принудительной замены или ремонта технического средства? По данному вопросу, тут есть два варианта, скажем так, проблемы. То есть, первое, это когда целенаправленно владелец изменяет систему выпуска отработанных газов, это называется изменение конструкции транспортного средства. Здесь уже уровень шума не замеряется, а составляется административный материал по статье 12.5.1 за внесение изменений в конструкцию транспортного средства, при которых запрещена эксплуатация. Потому что любое внесение изменений в конструкцию, оно должно происходить только после разрешения госавтоинспекции. То есть, какой-то макет и свои планы принести, обсудить, согласовать уже после реализовывать? Ну, это целая процедура, которая, скажем так, и финансово затратная, и по времени очень такое длительное. Процедура происходит каким образом? Владелец, прежде чем внести изменения в конструкцию автомобиля, он обращается в лабораторию к экспертам, которые сертифицированы, аккредитованы в Евразийской экономической комиссии, находятся в реестре и получают заключение предварительной экспертизы о возможности внесения тех или иных изменений в конструкцию. Это касается не только выхлопной системы, внесения изменений в конструкцию, это исключение предусмотренных элементов, либо включение непредусмотренных элементов узлов и агрегата, деталей заводом-изготовителя. То есть, транспорт-автомобиль, это же все-таки механизм такой, что над ним работают сотни тысяч людей, над его, скажем, изобретением. И каждая деталь, она проходит определенные процедуры сертификации, которые отвечают безопасности дорожного движения. И поэтому, если мы меняем ту или иную деталь, мы должны ее менять либо на аналогичную, тогда это не считается изменением конструкции, либо тот агрегат, да, и деталь, которая прошла сертификацию в составе этого транспортного средства. Но все-таки насколько много или в меру в Воронеже подобных нарушений? И есть ли какая-то у них сезонность? Мне кажется, летом это и спорткары какие-то достают, которые тоже видоизменяют, и они громче уже двигаются, а зимой, наверное, как-то потише. Или нет такой статистики? Ну, статистика, конечно, она всегда есть. Мотоциклы — это, скажем, сезонная вещь, когда зимой, соответственно, их никто не эксплуатирует, а автомобили, они круглогодичны. И вот эти молодые люди, в основном, которые хотят, наверное, выделиться в потоке, чтобы их увидели, заметили на хорошей машине с громким выхлопом, там, с громкой музыкой. — Кто чем может, тот так и выделяется. Да, да. Вот. Так мы вот в течение этого года, ну, где-то более двух тысяч нарушений, связанных с внесением изменений в конструкцию, было выявлено. И где-то 78 фактов прекратили регистрацию таких транспортных средств. — Это за 2024-й? — Совершенно верно, за 8 месяцев. Вот одна из эффективных мер, которая помогает, скажем так, в этом вопросе — это вот именно прекращение регистрации. То есть после составления протокола владельцу автомобиля дается 10 дней на устранение этой неисправности, приведение автомобиля в заводское состояние, и тогда автомобиль не прекращает регистрацию. В другом случае автомобиль прекращает регистрацию, после человек опять приезжает в ГАИ, ему нужно получать номера, свидетельства, ВТС, вносить изменения, то есть дополнительные затраты. — Ну, это суровое уже наказание. Но для того, чтобы не было и рецидивистов, и впервые, кто хочет нарушить эти нормы, расскажите об ответственности и о штрафах даже при первой встрече. Что грозит воронежцу? — Ну, по статье за внесение изменений в кон... за эксплуатацию транспортного средства с внесёнными изменениями без согласования госавтоинспекции. По статье 12.5.1 автовладельцу разит штраф 500 рублей. И в случае, если это нарушение в данный момент он не может устранить, как я говорил, выдаётся требование на устранение, на прекращение правонарушения, даётся ему 10 дней на приведение в соответствие. — Долгий путь восстановления себя на дорогах. — Да. Ну, опять, это затратно. То есть владелец потратил средства на то, чтобы сделать такой автомобиль, потом тратит средства, чтобы привезти в соответствие, и опять же, пойдёт регистрировать заново в ЦОЛ. — Правильно я понимаю, что органы ориентируются на конкретный уровень шума. Но есть ли это, например, шум в ночное время? Все мы знаем, что нельзя уже включать музыку в квартирах и домах. И, в принципе, нужно вести себя тише. Есть какие-то регламенты по шуму времени конкретному. То с автолюбителями и мотоциклистами как? Ночью дороже шуметь? — Нет. Разницы нет, что утром, что днём, что вечером, ночью. Штраф один и тот же, ответственность одна и та же. То есть никаких здесь разделений нет. — Насколько часто появляются в Воронеже новые места? Вы сказали, что это проспект Революции, Крынина — это вот сейчас топ-2, точно, самых таких востребованных у автолюбителей, особенно погонять и пошуметь эти улицы. Но регулярные рейды какие-то в новых местах? Или меняются время дежурства, чтобы точно поймать этих злоумышленников, скажем так? — Ну, всё исходит из анализа жалоб граждан, потому что много жалоб поступает. И именно на вот эти места, которые я назвал, Крынина, проспект Революции, мы видим, что места наибольшего притяжения молодых людей — это именно вот эти центры города. Либо улицы магистральные, где малый трафик, хорошая дорога, где есть этому молодому человеку показать свою, наверное, индивидуальность какую-то. — Навиночку. — Навиночку, да. Но иногда это приводит к более таким плачевным последствиям, поэтому, ну, не советую я заниматься этой... — Вы сказали, что поступает много жалоб. Куда как раз-таки жаловаться? Что нужно делать? Снимать на видео, фотографировать сразу, отправлять на какой-то единый номер или сайт эти материалы? И как происходит взаимодействие граждан с органами? — Любое обращение, да и вообще по любому вопросу, который возникает у человека, он может написать обращение на сайт госавтоинспекции. Там есть такая кнопка. И в любом случае ответ будет получен, информация будет принята, передана тем должностным лицам, которые занимаются тем или иным вопросом. Поэтому по всем вопросам, касающимся деятельности госавтоинспекции, безопасности дорожного движения, пожалуйста, обращайтесь, пишите. — Но если все-таки прислали вам номера конкретного автомобиля, то что, его будут уже точно ждать на улице где-то? — Да, его будут обязательно, инспектора уже ориентированы на это, да, помимо того, что будут слушать, но еще и видеть, кто это занимается. — Отлично. Но все-таки я хочу, как вы и обещали, поговорить и о громкой музыке в транспорте, потому что эта тема тоже волнует многих воронежцев, помимо технических каких-то изменений в автомобиле. Есть ли за это какие-то нарушения и, в первую очередь, нормы? И как они регулируются? — Ну, по музыке здесь чуть-чуть сложнее, потому что громкость музыки мы не замеряем. Это не наша, скажем так, компетенция. Но любая аудиосистема, которая устанавливается в автомобиль, штатная, да, назовем, и она рассчитывается также на определенный уровень шума, который, возможно, максимальный для безопасности, вообще для всех норм тишины, да. Но чтобы громко слушать музыку, следовательно, нужно другое дополнительное оборудование. Усилители, сабвуферы. В связи с тем, что в конструкцию автомобиля в электропроводку вносят такие значительные изменения, сотрудник полиции остановит, инспектор ДПС. Если это видно, то есть арганолептический метод определяет, что вот они, силовые кабели какие-то подключены, которые не должны по конструкции именно быть. Опять же, это считается изменением в конструкцию. Ну, любят люди послушать музыку, откроют окна, проедут по тому же проспекту революции, нарушат покой и жителей, и гуляющих людей. За это есть какое-то наказание или хотя бы предупреждение? Ну, закон Воронежской области, областной закон Воронежской области, там есть именно ответственность за нарушение тишины. Как мы с вами знаем, с 10 до 6 утра... Это распространяется и на автолюбителей? На всех. Это в том же числе на слушающих громко музыку. Потому что автомобиль стоит во дворе, громко играет музыка, но здесь компетенции госавтоинспекции уже нет. Он не двигается, он никто... Это как будто... Закон распространяется и на жилплощадь, и на движимое имущество. Здесь уже обычно отдел полиции, там 112 набирайте, вызывайте полицию, она приедет и разбирается. Ну, эта механика нам уже всем известна. Я надеюсь, что после нашего сегодняшнего эфира нарушителей будет меньше, и статистика, конечно, улучшится в нашем регионе. Спасибо вам за охрану Воронежской области в плане дорожного движения. Спасибо вам. Напомним, этим утром у нас в студии был начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления госавтоинспекцией МВД России по Воронежской области подполковник полиции Евгений Бирюков. «Утро вместе» продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова